В плане которых исторических известков этот дом был известен еще в 1904 году. В прошлом 100-м году тут находились разные установки, а почти в 10-м году у них размещается науковая доследовательная лаборатория Гомельского государственного медицинского университета. Сегодня, бадай основный на керунке этой деятельности молекулярная генетика, докладно высветить, каким чином организм человека реагирует на разные вирусы и микробы и на основе отременных даденок пропоновать больше эффективные методы диагностики и лечения, именно эту задачу выражают сопротивленники лаборатории. Один из методов – это ПЦР в реальном времени. При помощи данного метода мы можем обнаруживать локусы различных патогенов, то есть это микроорганизмы, вирусы, но также рассматривать гены человека, то есть локусы генов и, соответственно, смотреть, какие мутации здесь происходят в организме. Науковое доследие лаборатории Гомельского державного мед. университета оснащено сучастным обсталеванием неоплошного поколения, кошт которого складает сотни тысяч долларов, а достаточного для проведения доследований на узровне ДНК. Хоть выкористовываются тут не только приборы, мыши и пацуки повинны допомогать человеку, перемогать хворобы, которые, по куле, часто заявляются смиротными. Вот тут проводятся все операции на живёлах, так как этим грызунам, например, можно вырабатывать не одно человеческое житё. Зараз они принимают в проекте по регенерации печени, вельми актуальны проблемы для людей. В початку 2000-х у США о першинё расшифровали геном человека. Тогда для этого науковцам потребовалось около 10 годов доследований в эмаль 3 миллиарда долларов. Теперь эту работу можно выполнить за 2-3 дни при значительно меньших выдатках. Наука развивается, сегодня уже есть опытная технология по одрукованию органов на специальных принтерах. Правда, по куль, размовый детоке, живёлах. Непосредственно у Гомеля яны ещё и не применяются, а ли и тут можно сказать о досягнутых успехах. Это ранние методы диагностики различных заболеваний. То есть, если вовремя мы успеваем выявить любое заболевание, в том числе, например, онкологический рак, то его достаточно, ну, можно вылечить, скажем так. Не просто, но вылечить можно. А если заболевание уже в запущенном виде, то, конечно, вылечить его тяжело. В этом основная глобальная цель нашей работы. Олег Синтеров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».